Город Армения в Колумбии – армянский след в Латинской Америке. Армения – один из самых красивых городов в Латинской Америке, который, к тому же, является туристическим центром Колумбии. Существуют различные мнения и гипотезы по поводу названия города. Чтобы узнать истину, нужно основываться на авторитетных источниках, коим является исследование профессора университета Боготе, Хуана Рамона Педро де Альвареса. 25 декабря 1999 года в Колумбии произошло землетрясение, эпицентр который находился именно в городе Армения. Газеты пестрели заголовками «Поможем Армении» первыми помощь городу оказали армянские общины Латинской Америки. Обращаясь с благодарностью к мировому сообществу, президент Арнест описано выразил большую благодарность армянам. «Мы благодарны армянскому народу, который пришел в трудный час на помощь». Здесь следует отметить, что Армении помогали не только деньгами. Большие группы, сформированные аргентинскими армянами, отправились помогать восстанавливать город. В том же году во французской прессе появилась статья, где было написано, что город Армении основан армянскими эмигрантами из Антакье, Д.Р. Название Антиохия, именно эти данные сегодня являются общепринятыми в Латинской Америке. А теперь немного истории. Согласно британской энциклопедии, Армения была основана в 1889 году крупным землевладельцем Мария О'Компа, который основал различные заводы и фабрики, сделав город привлекательным промышленным центром. Однако профессор Альварис пишет об этом так, В те времени неприязнь к чужестранцам была велика и многие эмигранты меняли свои имена и фамилии, чтобы не пострадать. Я работал со многими архивами и могу сказать, что Мария О'Капма был выходцем из Антакье, ведь название его фабрики, название первой центральной улицы были, Антиакуя. Кроме того основанные им кофейные фабрики до сих пор носят название Антиакуя и Армения. Сегодня вы можете найти в Колумбии огромное количество различных товаров, улиц, брендов, которые носят название Армения Антиакуя, в регионе Западная Кейп улица Армения Вааняс, в регионе Вали и Делькаука, улица Антиахия. В 1972 году армянские предприниматели из Фресна отправились в город Армения, где они открыли фонд помощи городу. Сегодня одна из улиц носит имя основателей фонда, Мавсисян и Самулин. 14 октября 1980 года Академия Истории Колумбии выпустила марку, где была изображена Армения надпись, «Память основателей из древней цивилизации, другая марка, работает цивилизация». Этот город славится своим гостеприимством и приветливостью, многие жители страны предпочитают проводить здесь свой отпуск. Неудивительно, что местные кофейные плантаторы, владеющие имениями, совмещают свой традиционный бизнес с индустрией туризма и отдыха. Большинство путешественников предпочитает останавливаться именно в этих имениях. Туристы могут не просто наблюдать со стороны за приготовлением кофе, но и поучаствовать в этом процессе. То, что именно в Армении существует единственный в мире музей кофе, самим колумбийцам, кажется естественным. Ведь именно кофе является основой благополучия всего региона. Именно с началом кофейного бума связывают рассвет города, что привело к экономическому чуду на территории всей страны, особенно для тех регионов, где произрастает кофе. Ежегодно в июне недалеко от Армении проходит национальный праздник кофе Ринада на Чанал Дель Чафи, обязательными элементами которого являются парад джипов, выбор национальной королевы кофе и театральный фестиваль. Гости также могут посетить национальный парк Невадос и подняться на заснеженные вершины. На этот праздник приезжают несколько тысяч туристов со всех уголков страны и за рубежа.